Привет, ребята! Ну что ж, сегодня у нас прекрасная погода была на дворе, на самом деле сейчас вечер, но речь не об этом. После моего недавнего видео о мотивации, жизненных целях и, в общем, такой моей маленькой философии, начали поступать большие запросы на канал о моем взгляде на мотивацию. И в связи с этим я решила создать серию видео, в которых я буду говорить о мотивации. Но о мотивации разной, потому что мы знаем все, что мотивация есть разная, которая относится к разным вещам в нашей жизни. И будет это касаться разных отраслей. Опять-таки, все это будет происходить из моего личного опыта. То, как я мотивирую себя или других людей вокруг меня в разных ситуациях. Итак, поехали. Мотивация. Могу вам сказать, что мне лично самой пришлось столкнуться с проблемой мотивации. Про личную мотивацию мы сейчас не будем говорить. В этом видео мы поговорим про мотивацию работников вашего коллектива. Почему меня, кстати, спросили этот вопрос? Потому что у меня имелся такой опыт более полутора лет. Небольшой опыт, но который очень четко мне показал, что, во-первых, я не хочу быть менеджером и не хочу управлять людьми, потому что это является достаточно сложной работой, только лишь самоосознавание того, что ты должен управлять людьми, уже не говоря о самом действии. Но я столкнулась с этой проблемой. Я узнала еще очень много о людях. Хотя я думала до этого, что я знаю о людях много. Но когда я вступила, так сказать, в другие совсем ботинки, то я поняла, что эта обувь не для меня абсолютно, и мне нужно выходить из нее. То есть я не хочу больше возвращаться на позиции менеджера. Конечно, есть разные позиции менеджера, есть разные компании и все такое, но принцип как бы не будет сильно меняться. И почему я связываю очень сильно именно свой взгляд, менеджер и мотиватор, менеджмент и мотивация работников, потому что это неотъемлемая часть. И особенно это важно в организациях, где речь идет о продажах. Сегодня, как мы знаем, весь мир в основном состоит из продаж. Мы продаем услуги, мы продаем товары разнообразные. И поэтому мотивация людей, которые работают в этой области, дают обслуживание клиентам, работают с клиентами, чрезвычайно важна мотивация. Помню, отвлечение, маленькая ремарка. Приходила всегда домой, муж меня всегда ждал с работы. Почему? Потому что я ему рассказывала бесконечные истории, иногда юмористические, иногда абсолютно грустные, иногда просто страшные. Он всегда меня ждал. Я практически никогда даже не знала, что происходит у него на работе, потому что у него настолько все, у программиста монотонно, серо. Вот эти баги приходят, баги они ремонтируют, как бы что-то там пытаются иногда программировать, какие-то релизы, тудым-сюдым, но нет никакой динамики. Здесь была страшная динамика. То есть мы искали людей динамичных, мы искали людей, которые любят работать с людьми, людей, которые не боятся людей, потому что это очень важно в этой работе. И что они будут мотивированы просто вот этим вот желанием помочь. И я понимала, что я как будто бы как в ступоре в каком-то, что я не развиваюсь. То есть это все классно, что я помогаю людям и все, но мне хотелось большего. И я понимала, что, наверное, мне нужно уже менять работу, предложение, от которого я не смогла отказаться. И я ринулась в бой. И ринулась в бой, но бой начался очень сложный, потому что я никогда не работала. Я работала всегда в коллективе с людьми, но я никогда не работала управляющим людей. Это оказалось чрезвычайно сложной работой. То есть сначала мне нужно было нанять правильных людей, потом мне нужно было их правильно мотивировать. И не одноразово мотивировать, а на ежедневном basis, то есть ежедневно мотивировать людей. Иногда нужно было мотивировать людей, которые совсем не хотят, чтобы их мотивировали. Это ужасно. Это то, с чем я столкнулась, потому что я набирала людей, которые мне подходят по опыту работы, которые просто работали в обслуживании с людьми, которые могут хорошо продавать, тудым-сюдым. Это все, конечно, тоже нужно было, чтобы была неотъемлемая часть, чтобы это был приятный человек и так дальше. Но самое главное, чего я не учитывала, это то, что люди должны быть мотивированы желанием работать в этой области. В общем, одним словом могу вам сказать, что в первый год моей работы мне нужно было сначала два человека, потом мне нужен был третий человек. Но по большому счету, скажем, мне нужно было три человека. Вот за первый год у меня поменялось восемь человек. Восемь. Я поменяла восемь человек. Я не знаю, если вы понимаете. Не понимаете, это очень много. Это люди, которым вам нужно рекрут сделать им. То есть вы их наняли, вы их обучали, обучение, это примерно три месяца, да? Они начали работать, и они просто уходили. Некоторых я уволила. То есть половину я уволила, а половина просто ушли от меня. Почему? Потому что я стала просто менеджер, которого никто не хочет. Но на самом деле нет. Я просто стала невыносимым человеком, невыносимым менеджером. То есть не то, чтобы меня боялись, меня просто терпеть не могли. Просто я... Они только думали, чтобы я заболела, чтобы я не пришла, например, на работу. Но такого не было, потому что я даже больная приходила. Да, знаете, таких менеджеров, которые больные, но приходят. Почему? Потому что они должны были понимать, что у меня-то тоже есть менеджеры, которые меня тоже клепают, и они хотят тоже результаты, и поэтому я требую от своих работников результата. В общем, короче, пока ты не начнёшь долбить их по голове, типа, давайте, работайте, нам нужно сделать план. Они такие, о господи, опять план. Ну мы знаем, что его надо сделать. Ну мы знаем, ну мы не хотим. Нету настроения. Я не хочу звонить этому человеку. Я не хочу делать это. Я не хочу делать то. Короче, одним словом, люди ничего не хотят делать. И это как бы заключилось в том, что я просто внимала неправильных людей. Когда ты набираешь мотивированных людей, которые хотят работать в этой области, которые хотят обучиться этому искусству, работать с людьми, потому что это, поверьте мне, целое искусство, тогда они работают, и у них через какой-то период, и мы уже статистически знали в нашей фирме, что это обычно начинается с 6-8 месяца, можно ожидать каких-то результатов от работника. До этого момента человек никак не может себя проявить, потому что он только пытается понять, в какую ситуацию он попал, в какую организацию он попал, какие ожидания у организации от работника, и как он должен оппозиционировать себя в этой фирме и вообще с клиентами. То есть это берет от 6 до 8 месяцев. И мы понимали, что результатов не нужно ждать рано. Но направления и уже какие-то лучи, и какие-то проявления будущего успеха, они уже, в принципе, видны сразу. И человеку, у которого этого нету, оно не появится. И я это поняла тоже на каком-то этапе. Конечно, важно, чтобы работникам было комфортно друг с другом. Важно, чтобы они были, в принципе, одного стиля. Поэтому, как правило, когда вы придете в компанию, вы увидите, что, как правило, в разных компаниях работают одного типа люди. То есть я думаю, что вы понимаете, о чем я сейчас говорю. То есть есть типажи. В каждой фирме есть типажи. Если вы об этом не знали, может быть, тогда я вам открываю сейчас, в общем, тотально, что в каждой фирме работает определенный типаж. Прежде чем вы идете на интервью, например, вам желательно узнать, какой типаж этой фирмы. Есть такая возможность, что если вы изначально не являетесь таким типажом, даже если вы суперопытный, и у вас именно вот опыт такой, как нужно, и знания соответствуют, и все подходит по параметрам, но вы другой совсем типаж, все. Вас не возьмут на работу. Поэтому, естественно, есть какой-то определенный типаж, который у нас работал. И, конечно, очень важно, чтобы атмосфера была очень приятная в коллективе, потому что, когда вы находитесь 8, 9, 10 часов вместе, то вы находитесь больше, чем со своей семьей, с этим человеком, который сидит рядом с вами, там, за столом, там, я не знаю, в офисе, в кубике, в спейсе в одном. Важный комфорт. Вот это вот все вместе собрать, вот вместе, правильного человека, у которого будет он сам себя мотивировать, да, self-motivation будет такая, что он будет хотеть работать в этой области, будет хотеть обучаться этому искусству, будет видеть себя в этой компании, как он продвигается. Это очень важно было. Мы всегда спрашивали, как ты видишь себя через 2 года в нашей компании, как ты видишь себя через год в нашей компании, как ты видишь себя в этой области, зачем тебе это нужно. Это все дает какую-то очень хорошую картину о том, кто такой человек. Поэтому я возвращаюсь к мотивации. Вы должны быть очень мотивированы, вы должны брать мотивированного работника, который мотивирует себя сам в плане того, что он хочет, во-первых, работать здесь, во-вторых, это деньги. То есть деньги должны быть второстепенны при наборе на работу. Потому что если только деньги мотивируют вашего работника, вы далеко не уедете. Если у него будет какой-нибудь неуспешный месяц, например, а его зарплата напрямую зависит от бонусов, все, он может просто встать и уйти. Может быть, он переживет какой-нибудь кризис, если он достаточно сильная персона и у него большой опыт, он понимает, что есть такая fluctuation, что где-то есть продажи, где-то нет. И, в общем, достаточно график такой плавающий. Если человек это понимает, если он профессионал, то он будет себя самомотивировать, и он как бы добьется хороших результатов. Но если этого нет, не надо биться головой об стену. Это потерянное время того человека, это ваше потерянное время. Не нужно. Просто избавляйтесь от таких людей. Вы знаете, я сначала очень не любила, когда мне это говорил мой просто владелец фирмы, он говорил так, «Ина, как она?» Я говорю, «Ну, ничего, хорошо она старается». Он говорит, «Нет, не надо». «Ина, если это плохо, лучше сейчас пусть это закончится». Он очень хладнокровно относился к людям, особенно к новичкам, потому что насколько их тяжело набрать, насколько тяжело выцепить вот этот вот единственный бриллиантик из 20-30 человек. Ты его выцепливаешь, а через 3 месяца ты понимаешь, что это была ошибка, что этот человек абсолютно просто далек от того, что тебе нужно. Со временем, конечно, ты пытаешься это узнавать благодаря разным системам своим, вопросам и так дальше, но все равно нельзя. Мы же люди, это все нельзя. Мы можем обмануть. На интервью можно очень хорошо обмануть любого. Любого. Я вам могу это сказать. На интервью можно обмануть любого и продать себя хорошо, если вы умеете это делать, конечно. Но потом, если это была ошибка, она всплывет. Через месяц, за 2-3, но она всплывет. И будет всем неприятно. Будет неприятно вам, как работнику, и будет неприятно вам, как менеджеру, который сама обманулся. Поэтому это нереально. Смотрите и безжалостно на интервью на людей, потому что если вы не сможете увидеть мотивацию работника, self-motivation его на интервью, это не появится. И если человека мотивируют только деньги, это тоже плохо. Опять-таки, в зависимости от области, где вы работаете, вы сейчас можете сказать продажи. В продажах только деньги. Да неправда это. Да неправда. Потому что, что такое продажа? Продажа – это область, в которой люди соревнуются в количестве своих продаж для того, чтобы получить больший бонус, для того, чтобы быть лучшим работником месяца, для того, чтобы выиграть какую-нибудь путевку. Я не знаю, там в каждой фирме свое. Я бы скорее сказала, что люди, которые работают в продажах, это люди, которые хотят быстрых результатов, это люди, которые такие спортсмены в душе, потому что они готовы соревноваться. И это часто могут быть люди-лидеры, они хотят быть лучше, чем кто-то другой. То есть это все вещи, которые идут перед деньгами. Деньги идут потом. Я думаю, что вкратце я смогла вам рассказать о мотивации работников. Давайте подытожим. Когда мы набираем человека на работу, мы принимаем его на работу. Прежде всего, мы не набираем его за то, что он подходит нам по своим профессиональным качествам или потому, что он нам подходит по его ожиданиям о зарплате. А прежде всего, мы набираем его, потому что его мотивация такая, что он хочет работать в этой области. Он любит работать с людьми. Он любит соревноваться. Он любит, например, делать продажи на улице, потому что он любит быть активным и ходить от двери к двери, door to door, например. И есть очень много чего он любит делать, а только лишь потом его интересует зарплата. Дальше. Мы должны знать, что человек хочет развиваться. Это важно. Не только лишь подниматься по иерархии, иерархальной ступенечке в организации. Человек хочет самообразовываться, например, получать какие-то курсы, все время получать повышение квалификации, ездить на разные встречи, представлять фирму на каких-нибудь семинарах. Он не будет получать, допустим, должность директора, но он будет очень сильно саморазвиваться. Это будет очень ценный работник для организации. Поэтому это тоже важно. Знать и важно, чтобы люди были такие, это будут люди, которые будут мотивированы. Они будут знать, что они ценны, что их ценят, что они на несколько ступенек больше, выше, чем другие работники за счет того, что они знают больше информации, они получили такой-то курс, они были на таком-то семинаре, они лично знакомы с таким-то VIP-клиентом и т.д. и т.п. Только потом это будет выражаться в деньгах. Запомните, работник, который сам себя не мотивирует, вы его не сможете мотивировать. Это главный ключ. Не пытайтесь. Если сейчас у вас сидит работник, которого вы думаете, ну как мне его промотивировать, ну что такое мне ему еще сделать или сказать, чтобы появилась мотивация, ничего не произойдет и не поможет у него, и она не появится. Если это человек, который в прошлом проявлял себя как мотивированный работник, а сегодня он просто затух, как огонек, уголек, то есть уголек его затух в вашем большом костре, нужно выяснить причину. Очень важна личная беседа. Очень важно выяснить причину. Иногда это можно докопаться, иногда человек сам не понимает, что мотивация угасла, ее нужно поднять. Нужно вызвать обязательно человека на беседу, спросить, что происходит, что изменилось в последние месяцы. Пусть он сам проанализирует, пусть напишет вам свои результаты за последние, скажем, три месяца, что он сделал, что он не сделал, что было хорошо, где он знает, что он оступился и как это нужно сделать в следующий раз. Вы увидите, это будет как бы его самоочищение и его ответы на какие-то, может быть, вопросы. Плюс спросить, может быть, есть какая-то техническая сторона этой угасшей мотивации, может, есть какая-то семейная проблема личная. Это тоже надо выяснить. И вы знаете, что? Это, конечно, не всегда хорошо, и это не всегда помогает. Но если это ценный работник для вас, если это хороший работник, который всегда проявлял себя хорошо, а сейчас на протяжении какой-то период у него идет плохой, три-четыре месяца, возможно, вы должны дать ему отдохнуть и сказать, знаешь что, сейчас 12 часов дня, иди-ка ты, мой дорогой, сегодня до конца дня у тебя выходной. Если это человек, который изначально был неправильный, вы уже знаете, что у вас где-то в каком-то отделе сидит такой человек, избавляйтесь. Просто рубите. Лучше для того же человека. Потому что, знаете, вот есть такая мудрость, она говорит, что человек должен в жизни, каждый человек рождается, да, с каким-то предназначением, и он должен себя в жизни как-то проявить. И это может произойти сквозь разные процессы в жизни, которые происходят. Иногда человек изучает что-то одно, потом изучает что-то другое, изучает что-то третье, и вдруг он понимает, что вот это изучать он должен был всю жизнь, и у него появляется какая-то своя философия, или какое-то свое дело благодаря этому, или он начинает там как-то помогать людям. В общем, неважно как. Возможно, человек, который сейчас в России живет, у вас в отделе, он просто протирает там штаны, теряет свое драгоценное время и убивает просто ваших не по максимуму использованных клиентов, да, то есть просто как бы вашу фирму, ну, он не гнетет ее там, да, и не сводит к нулю, но он как бы просто понижает, скажем так, ваши заработки. А все только потому, что этот человек не подходит конкретно к этому месту, он не подходит к выполнению конкретно этой работы, он подходит прекрасно к выполнению другой работы, но вот к этому он не подходит. Освободите этого человека, он найдет свое призвание в жизни, в котором он даст больше ценности тому делу, которое он будет делать, возможно, даже лучше зарплату будет получать, и будет доволен собой, жизнью, и, естественно, мир станет лучше от этого. Поэтому немножко такая вот проповедь. Ребята, поэтому мотивация работников, нету такого понятия. Может быть, очень много видео, которые вам об этом расскажут, как мотивировать работника. Но если работник сам себя не мотивирует, эту мотивацию вы не вытащите, и у него есть задница. Она не родится в один прекрасный день. Вы можете показать своим примером, как надо работать. Вы можете показать своим примером отношения к работе. Все это прекрасно. Но это будет ваш пример. Если этот человек хочет взять этот пример с вас, если вы будете являться для этого человека лидером, если этот человек будет мотивированный, и будет у него желание работать в этой области, он будет смотреть на вас как на Бога, и тогда ваш личный пример очень много покажет для работника. Но если этого человеку сто лет не нужен ваш пример, сто лет не нужна ему эта работа, ему просто нужна зарплата в конце месяца, и ездить на автобусе две остановки, или переходить через дорогу для того, чтобы работать в этом здании, все, забудьте, избавляйтесь от этого человека. Все. На этом все закончено. Мотивацию нельзя разбудить там, где ее нет. Все. Человек, который сам себя не мотивирует, вы не разбудите в нем мотивацию. Только лишь тот, кто ищет, чтобы его мотивировали, найдет мотиватора, поверьте мне. И вот так вот я могу закончить свою маленькую проповедь. Про мотивацию. Но, ребят, на самом деле, если как бы без смеха, вот такой мой опыт, вот такое мое мнение на этот взгляд, если вы себя сейчас в качестве работника чувствуете как человек полностью, как бы поникший, уходите с этой работы. Я знаю, что это легко сказать, уходите с этой работы. Или если вы не хотите уходить с этой работы, вы должны найти, как мотивировать себя на этой работе. Я не говорю сейчас про деньги. Я говорю сейчас просто найдите что-то, что вам нравится в этой работе, чтобы мотивировать себя. потому что если вы будете делать то, что вы не любите, вы будете только нарабатывать себе болезни, всякие заболячки и плохое настроение. А это никому не нужно, от этого никому не будет хорошо, ни членом вашей семьи, ни вашим детям, ни вашему мужу, ни вашей супруге, и там я не знаю. Поэтому вот все как-то. Это было про мотивацию. Если у вас есть вопросы, задавайте. Опыт у меня хоть и небольшой, всего полтора года. С людьми я работала намного больше. С людьми я работаю уже более 10 лет. А вот в качестве управителя всего полтора года. Но этого хватило для того, чтобы понять, что либо менеджмент не для меня, либо просто... Я думаю, что менеджмент не для меня. Все-таки нет. Никаких либо нет. Менеджмент не для меня по многим разным причинам, которые не связаны просто только с людьми. Это еще очень много других причин. Все. Если есть вопросы, задавайте. Если понравилось это видео, ставьте лайк. Если не понравилось, ставьте дизлайк. Пишите комментарии. И следующее видео про мотивацию будет... Я вам не скажу, какое. У меня есть еще много видео, которые будут посвящены мотивации в разных областях. И первое было сегодня. Спасибо вам за внимание. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что смотрите мой канал. Спасибо, что спрашиваете вопросы. Господи, когда я закончу? Спасибо, спасибо, спасибо. Все. Bye.